Теракт руками россиян на Каховской ГЭС. Массовое затопление всего живого в Херсонской области. С каждым часом гибнут люди и животные. Страдает экология. Экоцит – большая трагедия, которая заденет не только Украину, но и другие страны. Но мировая реакция – это молчание. Первые часы после трагедии все украинцы присоединились к спасательной операции. Кто как мог. Все для спасения людей. Но международные организации молчат. ООН утром вместо действий и обращения внимания к трагедии выставила пост, в котором указывается, что в этот день празднуется День русского языка. Проблема связана с наличием политической воли. Понятно, что ООН просто очень долго не могла определиться, вообще о чем идет там речь, кто виноват в этой истории, что само по себе является абсурдным. И выдерживала такую паузу, чтобы уже потом выступить с каким-то общим и ничего не значащим заявлением. Изначально циничная пауза, а потом бессодержательный бред о том, как они негодуют из-за трагедии. Но ехать, спасать людей они не спешат. Представители ООН там безусловно появятся. Но не появятся там тогда, когда, во-первых, спадет вода, и во-вторых, когда эти территории будут возвращены Украине, будет проведена их деоккупация, вот тогда там приедут представители организации и будут достаточно активно помогать восстанавливать там все разрушенное, предоставлять какую-то другую там помощь. А пока что они ни при чем. Возмущению народа бездействием организации не было предела. Украинцы устроили акцию возле Киевского офиса ООН и заметили, что автомобили представителей как стояли, так и стоят на парковке. Никто выезжать не собирался. К общему негодованию присоединился и президент Украины Владимир Зеленский. Он шокирован игнорированием ситуации как ООН, так и Красного Креста. Как отметил президент, эти организации должны были первыми прибыть на Херсонщину для спасения людей. Но этими занялись полицейские, спасатели и простые украинцы. Это как раз свидетельство того, что они явно не рассматривают войну в Украине как ключевой конфликт. Они считают, что у них есть другие не менее важные какие-то вопросы. И при этом они хотят со всеми оставаться в нормальных каких-то деловых отношениях. Отсюда вот такие вот поздравления и очень такая серьезная заторможенность реакции касательно на те военные преступления, которые совершает Россия. И такой случай не первый российский теракт в Еленовке, где было убито около 50 украинских пленников. Никто не понес наказание и помощи никакой Украина не получила. ОБСЕ на Донбассе с 2014 года также была слепа. Отношения Международного комитета Красного Креста с россиянами организация фактически взяла шефство над российскими мобилизованными, называя программы гуманитарными, что нарушает все стандарты работы комитета. Позже в ООН таки проснулись и все-таки обратили внимание на катастрофу и даже договорились с Украиной об эвакуации на оккупированном левобережье Херсона. Стороны договорились, что упомянутые подразделения ООН отправятся в пораженные зоны на временно оккупированных территориях с наших территорий, как только Россия предоставит доступ и гарантии безопасности. Но при этом в организации заявили, что причина разрушения дамбы Каховской ГЭС слишком непонятна. Обстоятельства, которые привели к разрушению Каховской ГЭС, все еще слишком не ясны. Чтобы можно было квалифицировать этот инцидент как военное преступление, необходимо провести независимое расследование. Но какие неясности могут быть после просмотра хотя бы этих видео? А и да, если все пройдет, как говорится, по плану, как в песне гражданской обороны, то на Днепре есть еще другие ГЭС, с которыми, я думаю, стоит разобраться. Ну, раз уж дело дошло до разрушения гидроэлектростанции, вообще, может, стоит присмотреться к началу этого каскада Киевской ГЭС, а там прекрасное водохранилище, так чуть-чуть повыше Киева, 4, там, по-моему, километра кубической воды. Я бы подумал над этим. Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области дает военно-тактическое преимущество вооруженным силам России. И? Кого цитируете? Я? Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области. И первые видео после взрыва пошли именно от российских солдат. Все случаи вызывают один вопрос, а нужны ли миру такие организации? Борцы за мир против зла не только не выполняют свою работу, но и не любят, когда их упрекают в невыполнении задач. По мнению дипломатов и экспертов, ООН должна быть реформирована. Это неминуемо на самом деле. После окончания войны, победы Украины, я думаю, что эти процессы будут запущены на глобальном уровне, поскольку много стран уже сейчас, посмотрев на ту войну, которую Россия развязала против Украины, они начинают поднимать вопросы касательно вообще реформирования этой организации и невозможности в дальнейшем одной страны блокировать принятие каких-то важных решений, особенно если эта страна является страной-агрессором. А пока мир ждет хотя бы каких-то решений, а украинцы помощи в борьбе с геноцидом и экоцидом. Пора организациям открывать глаза.